Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в период пандемии. Если раньше на помощь от государства могли рассчитывать лишь отдельные категории граждан, то сейчас перечень таких семей значительно увеличился. Кто имеет право на получение денежной выплаты и как подать заявление, расскажет Луиза Егия-Зарян. Татьяна Иванова не выходит на работу около двух месяцев. Молодая мама вынуждена сидеть с пятилетним сыном, который из-за эпидемии не посещает детский сад. О новых мерах социальной поддержки семей с детьми женщина узнала в интернете. Там же попыталась подать заявление на получение выплаты. Я пыталась оформить заявку через сайт госуслуг, но у меня не получилось, так как он временно недоступен. Это очень хорошая поддержка, потому что сейчас не лучшая ситуация. Я считаю, она будет не лишней. Предварительно записавшись на прием, Татьяна отправилась в пенсионный фонд. Здесь принимают заявления от родителей, чьи дети младше 16 лет. Здравствуйте, а можно оформить единовременную выплату 10 тысяч рублей? Здравствуйте, можно. Сколько у вас детей? Один. Сейчас заполним заявление. Паспорт иснил с одного из родителей, свидетельство о рождении снил с ребенка, а также реквизиты банковского счета. Это все документы, которые понадобились для регистрации заявления. Народу очень много. Мы принимаем заявления и обычных людей, которые к нам приходят, и также обрабатываем заявления через сайт. Но ничего, справимся. Единовременная выплата 10 тысяч рублей положена детям, которые родились в период с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года включительно. Если в семье несколько детей такого возраста, то пособие дадут на каждого. Подать может заявление любой родитель, либо мамы, либо папы. Они должны быть обязательно гражданами Российской Федерации и с постоянным проживанием на территории Российской Федерации. Ребеночек тоже, соответственно, постоянное проживание и гражданин Российской Федерации. Родители, которые воспитывают детей до трех лет, тоже могут рассчитывать на помощь государства. На каждого ребенка предусмотрено по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь. Раньше такая мера поддержки действовала только для семей, имеющих право на материнский капитал. Подать заявление на все выплаты можно до 1 октября этого года. Они принимаются через портал Госуслуг, личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или по предварительной записи в клиентской службе.